О современной школьной форме говорили сегодня в администрации столицы. Хотя вопрос этот находится в компетенции попечительских советов средних учебных заведений. Органы власти не снимают от себя ответственности. Формы должно быть много и разные. Для того, чтобы родители не объезжали весь город в поисках нужного варианта, прозвучало предложение создать школьную ярмарку. По продаже школьной формы, школьных принадлежностей. Если раньше мы в городе проводили такие ярмарки уже июль-август, как раз вопрос был затронут, чтобы эта ярмарка была круглогодичной и постоянно действующей. Таким образом, школьную форму можно будет купить или обновить и в середине года. В идеале в ярмарочном комплексе должно быть ателье-мастерская, где купленный комплект можно будет подогнать под фигуру. Один из производителей предложил под ярмарочный комплекс свои складские помещения. По его идее, там может расположиться и подиум для демонстрации одежды. Однако не все производители одежды считают целесообразным открытие специализированной ярмарки. Все производители наши местные Чуваксарские, у них у всех есть магазины в шаговой доступности. То есть у всех практически эти магазины сформировались давно уже. Если мы организуем, предположим, теоретически, ну, допустим, вот в Мегамоле, да, школьный мир откроют, замечательно, продукция та же самая будет вот в этом Мегамоле, что и, допустим, в магазинах, да, которые находятся в Новоюжном районе. То есть родители должны будут приехать в школьный мир, так называемый, в Мегамол, и купить какую-то продукцию. Хотя они могут эту продукцию купить, по большому счету, вот в Новоюжном. Прибыль чебаксарских предпринимателей от создания ярмарочного комплекса только возрастет, уверен глава города Чебаксара. Другим производителям преференции нет. Преференция только должна быть нашим местным производителем. И очень много у нас приезжает сешкаралы. Они любят МТВ-центр, Мегамол наши центры. Даже вот выезды с соседних регионов, руководство школы можно тоже организовать. Так что создание ярмарки под говорящим названием «Школьный мир» скорее всего дело уже решенное. Открытие планируется на конец мая. Но до этого предстоит решить еще немало вопросов. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.